Хочу спросить Сергея Юрьевича из первых рук узнать состояние с Музеем Благообороны Ленинграда. Все говорят о благодатном музее, все его хотят, все говорят, что нету денег. В общем, полное... Вот хочу узнать, что сейчас, насколько доступно, бывают ли экскурсии. Вот расскажите, пожалуйста, тем, кто хочет там побывать. У всех есть возможность побывать в этом музее, потому что он общедоступен. Если говорить о его проблемах, то надо начинать очень издалека. Напомню, что это, пожалуй, первый музей, который был создан еще в ходе Великой Отечественной войны и был посвящен истории этой войны. Музей начали создавать в 1943 году, когда еще город находился в Лакаре. В 1944 году, 30 апреля 1944 года, буквально через несколько месяцев после того, как блокада была полностью снята, была открыта выставка героической обороны Ленинграда в соляном городке. Почему именно в соляном? Понятно, потому что с 1870 года, когда соляные склады были перестроены для проведения всероссийской мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге, этот квартал, квартал соляного городка, использовался именно как выставочное пространство. И корпуса его предназначены именно для музейно-выставочных целей. Музей обороны Ленинграда, основанный в 1945-1946 году на материалах выставки, там же в соляном городке, был одним из крупнейших музеев Ленинграда. По своей площади и посещаемости сразу после войны он был вторым после комитажа. Он был непременным пунктом посещения для любых иностранных делегаций. Почему? Потому что музей производил абсолютно грандиозное впечатление, ведь он состоял из 37 залов, да и все пространство вокруг соляного городка, оно представляло из себя открытую выставочную площадку советской трофейной техники. Все это грандиозное музей, очень передовой для того времени, существовало, к сожалению, очень недолго. В 1949 году он был закрыт по ленинградскому делу, к 1953 году он был полностью раскассирован. И вот те экспонаты, которые сейчас представлены в Тумянцевском особняке, это все то немногое, по сути, что осталось от музея обороны Ленинграда. Тогда лишь два музея смогли сохранить в своих коллекциях реликвии опального музея. Это музей истории города, и по этому грандиозному особняке мы можем видеть эту экспозицию, воссозданную в 60-е годы, когда, скажем, волна ленинградского дела отклынула. И часть предметов досталась музею Ленина в Амбраморном дворце, и сейчас они представлены в коллекциях музея политической истории. А музея России, Шестинской, совершенно верно. Долгое время музея обороны Ленинграда в Ленинграде не было. Специального музея, посвященного этой теме, были лишь отдельные экспозиции, были мемориалы, но не музей. В 1989 году по требованию общественности музей был воссоздан на своем историческом месте, в соляном городке, но тогда музею военные, которые после репидации музея в Сеплощаде забрали себе, в музей передали всего один, по сути, зал из 30 семей, которым когда-то располагал музей. Ну и таким образом вы в этом-то или остались, или добавили? Таким образом, с тех пор, с 1989 года, по сути, свой музей никакими помещениями не прирастал. В свое время были дано обещания еще Министерства обороны Советского Союза, именно маршалам Язовым, о том, что по мере разрастания музея, его развития, военные будут освобождать его в лучшую помещение. Но потом ГКЧП, на смену Министерства обороны СССР, пришел Министерство обороны Российской Федерации, а вместе с СССР ушли все обещания. Нет, обороны СССР и обещания. Да, совершенно верно. И, по сути, с 1991 года и общество, и, кстати, город добивается передачи, возвращения исторически принадлежавших помещений в соляном городке. Музей пока занимает даже не целое здание, а всего два этажа. Два здания по адресу СССР, дом 9. Активно пытались решить эту проблему. И в 1995 году, когда было подписано коллективное письмо, которое подписали и академик Лихачев, и писатель Гранин, и многие другие выдающиеся деятели, не просто петербургской, а отечественной культуры, тогда же и законодательное собрание Санкт-Петербурга тоже обращалось с просьбой решить этот вопрос. Впоследствии такие ходатайства не раз возобновлялись, но все упиралось в нежелание военных оставаться с столь удачно расположенным самим центром города в Мощадерме. Но кто-то говорил о том, что что-то уже перешло вообще в частную собственность в этом здании. Не многие помещения, но все-таки каким-то образом из федеральной ведомственной собственности оказались в частной собственности. Видимо, с этим связано нежелание покинуть это здание? Это связано еще и с его удачным месторасположением раз, и с тем, что в Соленом городке после ликвидации музея были созданы действительно секретные, действительно важные лаборатории, но, поверьте, они занимают не весь Соленом городок. Это связано с тем, что два НИИ, которые располагались в Соленом городке, имеют разную судьбу, и одно НИИ превратилось в акционерное общество, ранее принадлежащее небезызвестному оборонсервису, и теперь, с точки зрения отечественного законодательства, все возможности выселения его надо решать исключительно через суд, доказывая, скажем так, неправомощность передачи когда-то этих причин, что доказать без длительных судебных тяжб не получится. Поэтому, когда в 2013 году городское правительство поняло, что оно зашло в тупик в переговорах с военными, и многочисленные попытки до них достучаться не увенчались успехом, было принято решение тогда еще в ситуации сытых лет решить проблему своими собственными средствами, а именно предоставить для музея площадь под строительство дополнительного, помимо тех площадей, что музей занимает в Соленом городке, дополнительного площадей для строительства нового здания. В течение 2014 года это активно обсуждалось, в том числе и с общественностью. Общественностью был выбран компромиссный вариант на пересечении проспекта Юрия Гагарина и бассейной улицы рядом с Московским парком Победы. Но это решение было принято, чтобы можно здание строить на городских площадях рядом с парком Победы. Было принято в октябре 2014 года. В ноябре уже стало ясно, что подкатывает волна кризиса, а в январе 2015 года было уже понятно, что тех миллиардов, которые нужны на строительство нового здания, у города просто нет. Таким образом нет, как нет. Нет. И все же не так. Всегда должен быть план Б. И на волне вот этого понимания, что отступать-то, оказывается, некуда, и строить новое здание не получится, все-таки нашли ходатай, в которые достучались до федеральных властей, до непосредственно верховного главнокомандующего, то есть президента Российской Федерации, который озаботился о ситуации в Селеном Градке. Скажем так, вопросы были переданы в Следственный комитет и в Генеральную прокуратуру. Было разбирательство по поводу того, какие учреждения занимаются, ли городок, на каких основаниях, и как эти помещения используются, по назначению или не по назначению, все ли площади необходимы для военных. В результате сейчас у музея есть копия приказа, обращенная нашим военным соседям, о передаче нам 439 квадратных метров. В нашем же, кстати, здании по адресу Соляной переулок, дом 9. Это часть нашего первого этажа. То есть это победа? Скажем так, с точки зрения решения проблем музея, это копля в море, и ясно, что это проблем музея не решит, ни в коем случае. Но то, что военные за 25 лет существования возрожденного в Музее обороны и блокады Ленинграда впервые пошли ему навстречу, впервые услышали о его нуждах, это важно, это дорогого стоит. Главное, чтобы этот шаг не был первым и последним. Спасибо. Будем надеяться, что тенденция продолжится. Будем надеяться. Спасибо.